Наконец, в темном виде, я открыл выставку и собралось в чем-то разы. Спасибо вам большое за интерес к этому действительно большому художнику. И выставку открывает следственный дискуссионер. Не стойте перед камерой. Погласите, пожалуйста. Добрый вечер, с кем я еще не здоровался. И позвольте мне сказать несколько слов в связи с этим событием. Я хотел бы начать с небольшого воспоминания. Когда-то, я, к сожалению, не точно не помню, когда-то мало знакомая мне художница Алла Виксена, тогда мало знакомаясь. Меня повела в Стэнфорд, чтобы показать мне выставку некого московского живописца Янушкевича. Выставка была довольно большая, представительная. Я никогда о нем ничего не знал и не слышал. И когда я увидел работы, которые там были экспонированы, я довольно быстро усмотрел истоки его тогдашнего, в основном его тогдашнего стиля, его тогдашнего художественного мира. Нетрудно было увидеть, что он вдохновлялся в первую очередь авангардами рубежа 10-х и 20-х годов 20-го века. Ясно было, что вот такие центральные концептуальные идеи и его больших картин, триптиков и картин меньшего масштаба, они восходят в первую очередь к группе французских мастеров 20-х годов, которая по журналу, который они издавали в то время, она назвала себя «Испри-нуво», то есть «Новый дух». И во главе ее были два мастера, Амеде Розауфан и некто Жанере. Этого Жанере мы хорошо знаем под другим именем, под псевдонимом Ле Корбежье. Это знаменитый архитектор впоследствии, один из создателей инсионализма. Но мало кто знает, что он был и живописцем, и был одним из инициаторов этой художественной группы. Были еще и другие совершенно очевидные источники вдохновения, о чем я сразу как-то Алле и сказал, будучи, надо честно признаться, будучи очень доволен сам. Ну, знаете, как это бывает с врачом, который быстро поставил верный диагноз. Алла сразу со мной согласилась, сюда, действительно, она в курсе дела. Вот, и дальше уже шло рассматривание этих вещей, и исследование того, как Янушкевич освоил эти идеи, этот опыт, как он их трансформировал, и как он создает свой вариант этого стиля отчасти. Не только стиль, это как бы определенная художественная идеология. картина на этой стене, вот на этой, вот эти плоские кувшины, кухонная посуда, которые свозятся очень четко просчитанным силуэтом, каждый раз в новых взаимодействиях, логически очень упорядоченный, и в то же время создают некое логическое ощущение мерцания цвета и света, игру плоскости и глубины. Вот все это, в общем, восходит к тому опыту 20-го года. К этому я добавил бы уже, это не относится к впечатлениям, а относится к истории, что когда, тогда еще молодой художник, в пределах советского искусства, хотя социализм уже умирал, в судорогах, но все еще формально как бы существовал, когда молодой художник позволял себе сделать источником вдохновения, французский, итальянский, и двадцатые годы, это была очень большая смелость. И это сразу свидетельствовало о том, что он независим, что он свободен, в несвободной стране. Но я возвращаюсь к диагнозу. Вот поставил диагноз, и доволен. Ага, Янушкевич, значит, естественно, что во всяком деле есть стремление классифицировать, и вот я уже знаю класс, куда я его помещу. Я ошибался, должен признаться честно. Сущность оказалась вовсе не в этом. Сущность Янушкевича, как художника, мне видится в двух взаимосвязанных, удивительных и необычайно ценных качествах. Одно качество, это способность к превращению. Готовность отодвинуть однажды принятую систему образов и подходов, и переключиться на совершенно другую. Надо сказать, что не у каждого художника хватает смелости оставить уже обжитую художественную нишу, и рискнуть отправиться в такое путешествие. Но Янушкевич этого не поведется, напротив этого хочет. И вы уже посмотрели выставку, достаточно внимательно, и видите, что есть несколько периодов творчества, они все разные. Они свидетельствуют о том, что некая художественная вселенная, я бы даже так сказал, оказывается для Янушкевича исчерпанной. Ну, это я могу, это я умею, и это я скажу. И тогда он очень смело переключается на совершенно другой художественный мир. Это одна сторона дела, а вторая сторона дела, это постояльство. Постоянство заключается в том, что, как бы он ни менялся, а очень высокая культура живописи, культура живописного мышления, норма вкуса, все это остается. Конечно, внешне остается еще кое-что, можно сказать самым общим образом. А, Гурия Янушкевич, мастер натюрмор. Ни одного портрета не написал. Или он написал, что-то? Нет, но думает. Думает начать там на ногу. Столько лет, а ни одного портрета нет. Или, скажем, какой-то там пейзаж. В жанровом отношении это все натюрморт. Нет, извините, пейзажей есть, немного, но есть. И, кстати говоря, у него титры и желания начать писать пейзаж. О желании мы пока не говорим. Мы говорим и совершим. То, что он сделал по тематике, в общем, формально принадлежит к одному классу. Это натюрморт. Он пришел. Пришел. Но оказывается, что в натюрморте есть бесчисленное множество возможностей. И вы сегодня и очевидцы того, как он перешел от стиля, ну, назовем его стилем этой стенки, да, от стиля близкого к Акнуву, как он перешел к более условным построениям и затем пережил период так называемой обманки. Вот картины, скажем, этого тикла на стене, которые создают иллюзию настоящих вещей до того, что им хочется потрогать. У этого жанра, надо сказать, есть почтенная традиция. Но он не ног. Но Янушкевич здесь нашел свой подход, свой концептуальный поворот. Его обманки очень легко узнать. И вместе с тем очень интересно то, что это обманки и не обманки вместе. Что я имею в виду? Когда, допустим, вы смотрите на тюрмонт голландского мастера 17-го века, который будет необычайной иллюзией нестичной. Там будут специально так расставлены предметы, что вам казалось, что они вырезают за плоскость холста. Там какой-нибудь серебряный нож будет лежать на краешке стола таким образом, чтобы торчать. При этом, как бы вы близко не подходили к картине, как бы вы не рассматривали вот так вот ее фактуру, нож все равно будет торчать и виноградина все равно будет прозрачной. Когда вы подходите близко к обманкам Ненюшкенча, вы видите, как буртозно это сделано по-своему. Он же не выписывает каждый квадратный миллиметр. Присмотритесь, ведь фактура холста видна. Ведь наложен очень тонкий слой краски. Но он очень точно знает, что надо сделать для того, чтобы создать вот эту иллюзию обманки. Потому что он мастер. Он знает очень четко, чего он добивается и как этого добиться. Есть еще многие качества этих обманок, которые делают их чем-то гораздо большим, нежели просто фокусом живописи. Но это особая тема, на которой некогда останавливаться. Я о ней писал несколько вот в предисловии к альбому его препродукции. Ну вот и затем после обманки он втру